ЧВК Вагнер лжет о прекращении вербовки заключенных и подогревает конфликт с Шойгу, АСВ. Основатель ЧВК Вагнер и Евгений Пригожин продолжат вербовать заключенных для войны в российских тюрьмах, несмотря на заявление о прекращении набора в тюрьмах. В то же время он продолжает подогревать конфликт с Минобороны РФ. Об этом сообщает РБК Украина, со ссылкой на Институт изучения войны, АСВ. Пригожин заявил, что вербовка российских заключенных полностью прекращена, и что все обязательства выполняются. По мнению аналитиков, ЧВК Вагнера продолжит вербовку из тюрьм, хотя и в гораздо более ограниченном объеме. В СВ отмечают, что вербовка заключенных за последние несколько месяцев замедлилась, что подтверждается статистикой Федеральной службы исполнения наказаний, которая показывает, что в период с ноября 2022 года по январь 2023 года, сокращение численности заключенных в России стабилизировалось. Это явление согласуется, с общей тенденцией постепенного замещения вагнеровцев, обычными российскими войсками вокруг Бахмута. В то же время известный российский блогер, связанный с Вагнером, призвал к увольнению, министра обороны России Сергея Шойгу, из-за скандала с закупками военной формы. Автор телеграм-канала «Серая зона», призвал подписчиков рассказывать, что Шойгу утратил доверие к российскому народу, и что президент России Владимир Путин, может исправить ситуацию, уволив его. Это последний эпизод в череде событий, которые побудили сообщества российских военных блогеров, атаковать Минобороны России, и высокопоставленных кремлевских чиновников за мелкую коррупцию и некомпетентность, приводящие к неудачам на поле боя, и ухудшению качества жизни российских солдат, пишут эксперты. Ключевые выводы аналитиков АСВ. Кремль продолжает принимать меры, по постепенной подготовке оборона промышленной базы России, к затяжной войне в Украине. Известный российский блогер, связанный с Вагнером, призвал к увольнению, министра обороны России Сергея Шойгу, из-за скандала с закупками российской военной формы. Кремль продолжает демонстрировать, что он не желает обуздать раскольническую риторику ульт. Русские войска, продолжали наступательные действия на рубеже Сватова, Кремяная. Российские силы, провели ограниченные наземные атаки, на западе Донецкой области и в районе Авдеевки Донецка, а также продолжили наступательные операции в районе Бахмута. Российские силы, провели ограниченную наземную атаку в Запорожской области. Российские военные утверждают, что интегрировали вооруженные формирования ДНР в состав Вооруженных сил России. Российские власти утверждали, что задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся убить российских оккупационных чиновников. Напомним, конфликт между основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и Шойгу начался еще в прошлом году. Они намеренно перекладывают ответственность друг на друга, за провалы на фронте. Очередной скандал между Шойгу и Пригожиным произошел недавно, на фоне оккупации Солидара Донецкой области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.